Итак, мы начинаем с вами работу. Итак, на доске записано предложение. Практически весь урок мы с вами будем работать с этим предложением. Регина, прочитай, пожалуйста. Ирина Хранюк посвятила 14 лет работе в школе. За это время она подарила свои знания в области русского языка и литературы огромному количеству учеников. Учитель признается, классы, как и дети, были разные. А в этом году ей посчастливилось передать свои знания ученикам, которым необходим особый подход. Приобретя огромный профессиональный опыт, женщина решила принять участие в краевом конкурсе «Учитель года». Если честно, два года назад я уже принимала участие в муниципальном этапе этого конкурса. Я была просто победителем. И на краевой уровень я уже не прошла. А вот нынче школа порекомендовала мне поучаствовать в первом этапе в муниципальном конкурсе. Мой лучший урок, я там заняла третье место. Таким образом, я автоматически стала участницей конкурса «Учитель года» города Каннска. И затем уже, таким образом, являясь здесь абсолютным победителем, я прошла на краевой уровень. Учителя поддерживали родные и близкие, и, конечно же, класс, которым она руководит. Стоит отметить, ее подопечные с теплом и большим уважением о ней отзываются. Ребята говорят, любовь с учителем у них взаимная. Это самый лучший учитель. Она добрая, вежливая. Я таких учителей не видела никогда. Мне она очень нравится. Она у нас добрая, более чем вежливая. Она нас может всему научить, повторить все. К слову, коллектив школы не менее учеников ценит своего педагога. А во время участия Ирины Александровны в конкурсе «Учитель года-2022» переживали, поддерживали и верили в ее победу. Мы очень рады ее победе и очень рады тому, что Ирина Александровна наш педагог. По приезду, конечно же, весь тот опыт, который Ирина Александровна получила в городе Красноярске, она, безусловно, применит и в дальнейшей своей работе, и передаст своим коллегам в наши образовательные организации и других образовательных организациях. Ирине Александровне удалось справиться со всеми трудностями и препятствиями. Педагог оказалась в финале. В столице региона за звание «Учитель года» она поборолась с самыми сильнейшими педагогами из различных территорий региона. К слову, вырвать победу и заполучить звание «Учитель года» Красноярского края-2022 нашей землячке удалось успешно. Незабываемые впечатления, да, действительно тяжело, но момент объявления результата стоил того, да, слезы, радость. Огромное значение имеет, ну, рост профессионального мастерства, когда ты беседуешь, когда ты смотришь уроки других учителей, профессионалов, действительно, которые являются мастерами своего дела. Это беседы, встречи, какие-то рекомендации со стороны экспертов, которые нас старались настроить на работу, старались дать ценные идеи какие-то, методические рекомендации по построению урока и профориентационного мероприятия. Стоит отметить, кроме звания «Учитель года» Ирине Александровне вручили символичный серебряный значок с изображением пеликана, диплом и денежный приз в размере 70 тысяч рублей. Но самым важным достижением для учителя является искренняя любовь ее учеников и коллег, которая ценнее всех наград.